Всем привет и снова здравствуйте! Сегодня у нас вторая часть распаковки трех, даже не знаю, четырех посылок. Так что всем приятного просмотра, кто вернулся, сейчас мы дальше все это дело рассмотрим. Давайте дальше продолжим. У меня следующее это средство, это я покупила уже вторую баночку, это капсулы с маслом орегано. Это очень классная вещь при всяких сезонных, вирусных каких-то, когда вирусы кругом, но именно капсулы. Можете в капельках пить орегано-масло, но можно в капсулах, то есть вы выпиваете и во рту, конечно, все равно немножко такой, знаете, оттенок вот этого масла орегано все равно есть. Ну не такой, я едкий, когда вы капельки капаете, но масло орегано, вы знаете, да, только именно в воду мы добавляем и потом только принимаем. Эти капсулы вы сразу пьете, и тут очень важно, что именно карвакрол, который вот должен быть, масло орегано, он тут 80%, да, 80% вот именно смотрите, чтобы вот эта составляющая была. Вот это для иммунитета при различных вирусных, когда прям вот простуда, простуда такая сильная, очень хорошее средство. Можете сэкономить на всяких там вот этих антибиотиках, да, которых нам не нужно. Так, следующее, купила целый большой мешок, что-то в двух магазинах была у себя, обычно покупала в трейдере, в этот раз в трейдере не было. Чечевицу, называется, не знаю, какой-то, в общем, индийский какой-то бренд, органик, чечевица, целый, огромный мешочек. Вот, я из этой чечевицы делаю супер булочки, вот никогда бы не подумала, там что-то только вода, чечевица, чуть-чуть разрыхлитель, соли, и получаются прям воздушные-воздушные булочки, то есть очень-очень полезный такой хлеб, протеиновый получается, да, то есть этот чечевиц у нас как белок выступает, и очень-очень полезные булочки. Обычно я делаю псиллиума и миндальной муки, но вот этот тоже вариант очень-очень вкусный, тоже как-нибудь приготовим в коротком шорте, покажу. Там, ну, совершенно, как бы очень простой рецепт, на ночь мы ее замачиваем, и дальше там сливаем воду, добавляем, соль, разрыхлитель, и формируем булочки. Очень вкусные булочки, и главное то, что они очень-очень полезные. Так, следующее заказала Pacificas, до этого заказывала крем коллагеновый, им пользовалась на ночь, и после него вот очень понравился мне эффект кожи лица, знаете, такая она немножко памп становится, то есть такая упругая, очень сильно увлажняется, но сам крем, ощущение после крема, как будто, знаете, какая-то маска коллагеновая. Вот, вроде бы эффект мне нравится потом, но вот именно ощущение как бы маски такой перед сном, ну, не особенно как-то нравится. Или лишнее надо как-то бумажным полотенцем убрать, в общем, не знаю. Ну, самый эффект мне очень понравился от крема, он тоже, я его на ночь делала. Это как купила новый какой-то Wake Up Beautiful, вот, проснетесь, в общем, очень красивые. Тут получается ретиноид в составе, он ночной крем, надо сказать, с ретиноидом. Вот, не знаю, а вообще не той стороны показывала, вот такая коробочка. Вот, Wake Up Beautiful, крем с ретиноидом, 10% Restylab Complex, и тут с мелатонином он. Ну, мне нравится, что у них состав очень хороший, и еще какие-то Mushrooms, какие-то, в общем, очень грибочки какие-то полезные, волшебные для красоты. Вот такая коробочка, у этой пассивики всегда такие натуральные составы, и, как бы, срок хранения не очень долгий. Они в стекле, ну, не знаю, пахнет, знаете, как, не знаю, такой старинный крем. Ну, а душка такая вот эта, классическая. Очень легкий, я думала, такой будет плотный-плотный, нет, очень легкий. Нормально, приятненький такой, главное, что он такой легкий, немножко как будто взбитая маслица. Вот, ну, очень хорошие там прям отзывы были, что ретиноид есть, и грибочки, и мелатонин. Вот, кожица будет спокойно спать, быстро засыпать и восстанавливаться. Ну, в общем, попробую, потом расскажу. Следующее, что еще купила, опять свой любимый галактомисом тонер с витамином С, просто обожаю, обожаю. Также еще сыворотку эту я любила, но она, по-моему, в следующую, это у меня едет в коробке, тоже мне нравится. Вот эффект от сыворотки был очень приятный, очень видимый такой для меня, он прям вот как будто бы кожу немножко после, когда наносила сыворотку, вот, то есть с тонером обязательно, тонер такой густой, тягучий он. Это пластик, но он в такой темной коробочке, но я еще держу все с витамином С средства еще и в коробочках, ну, чтобы на солнце он никак не окислялся. Тут 88% галактомиса, а витамин С есть, в общем, для яркости кожи, для мягкости, для вот сужения пор. Ну, мне нравился вот этот сам Байми, это фирма, как бы вот именно двойка вот этого, тонер этот, он такой тягучий, и сыворка тоже с галактомисом, тоже ее оставлю в описании, вот она у меня придет, наверное, в следующей коробочке. Она тоже такая, знаете, немножко маслянистая, тоже с галактомисом, с витамином С, и когда я ее наносила утром, я говорю, что прям вот, ну, эффект какой-то вот немножко лифтинга, подтяжки я прям видела. Не знаю, ну, правда, вот бывает, что средства маши, как бы, ну, окей, и ничего вроде бы, видимых нету эффектов, да. Бывает вот от всяких сфилиантов очень хорошо так, знаете, кожа начинает осветляться, сужаются поры, вот всякие пигментные пятна, как бы вот прям как будто их стирают ластиком. Или бывает крем, когда нанесла, и близко смотришь, и как будто у тебя прям такое вот, знаете, зафотошопленное какое-то вот лицо. А бывает нанесла, и еще как бы западают вот в эти поры, и все это как бы не очень. Вот это очень хорошо, мне нравилось, что я осветляла, такое ощущение какой-то свежести было на лице, то есть лицо такое свежее, бывает, что кожа тускный, да, цвет лица, бывает такой прям яркий, светлый цвет лица. Вот это вот витамин С с галактомисом, он такой осветлял, делал кожу какой-то такой яркой, именно сыворотка еще маслянистая, если вместе их использовать, она немножко такой лифтинговый эффект, прям вот особенно здесь как-то было заметно, очень красиво все это дело работало. Вот тоже это все придет, тоже в инфобоксе все это укажу, ну и все средства, ссылочки, которые в этой же тоже распаковке, тоже будут все в инфобоксе, и на русском языке напишу, и ссылки будут на американский сайт, также пропишу свой реферальный код, и здесь тоже его укажу. Спасибо всем, кто пользуется моим реферальным кодом, это для вас скидка, а для меня такое приятное вознаграждение, всех благодарю. Так, и следующее еще немножко у нас осталось, заказал вот этой фирмой, как называется, Beauty of Joys, по-моему, я восторг от SPF крема, вот такие с экстрактом риса, SPF 50, с пребиотиком, у меня крем такие, два тюбика, вот сейчас второй, первый у меня практически заканчивается, и второй новый, абсолютно сразу купила два, безумно легкий, не похож ни на один SPF, он совершенно не белит лицо, просто как легкий-легкий влажняющий крем, просто у него даже вот нету ощущения, ну не знаю, матовости, как обычно с SPF кремами, да, все равно они какой-то фильтр оставляют, и ощущение такое, ну какой-то пленочки небольшой, здесь вообще ничего нету, но действительно точно я выходила и на солнце, у нас тут круглый год во Флориде солнце, и на бассейне загорало такие, ну конечно, слишком яркие, солнечные какие-то часы, но именно я наносила, и никакого там покраснения, ну и пигментных пятен тоже вот не было, потому что если я выхожу на бассейн, у меня и веснушки, и пигментация тоже начинается, да, если я SPF не нанесу, вот, ну то есть безумно понравился этот бренд, у меня этого бренда масло гидрофильное сейчас закончилось, и я заказала бальзам, очень много тоже отзывов хороших про этот бальзам слышала, бальзамы я люблю, я люблю, конечно, Хемиш, люблю вот этот I'm From, очень классный, вот этот с финиковыми, по-моему, этот тоже хорошие отзывы, будем, в общем, пользоваться, но бренд мне очень нравится, вот крышечка, здесь у нас лопаточка и бальзамчик, так, давайте уберем, здесь, наверное, какая-то запасная, вот немножко сковырнула, он такой, как бы, плотненький, и вы, получается, наносите в ладошках, растираете, вот он, видите, он тает, как маслица, и потом вы очищаете такими движениями на сухое лицо, не мокрое, на сухое, начинаете это все дело массажировать, особенно в те места, где у нас такие западают, где больше всего, там сальные железы, это Т-зона обязательно, и все, массажируйте, массажируйте, вот эти все наши тональные крема, BB-крема, все это дело смывается, и потом вы умываетесь теплой водой, получается, бальзам превращается в молочко, такое очищающее, белое, умылись, и потом уже нанесли пенку, вот, как пенку нанесли, тогда уже умываетесь, вот, наверное, вот так как-то я положу, не знаю, вот, и вот так закрывается бальзамчик. Очень классный бальзам, очень классные отзывы. Гидрофильный бальзам всегда нужная вещь, особенно те, кто пользуется BB-кремами, они достаточно такие плотные, их не смывают, никакой гель не возьмет, никакая пенка не возьмет BB-крем, поэтому только мы мицелляркой снимаем тушь, затем гидрофильным бальзамом или гидрофильным маслом на сухую кожу делаем массажик, все это дело размешивается, стирается, скатывается под гидрофильными маслами, все это очищается, все поры очищаются, и затем умываемся, и потом, естественно, с пенкой уже. Вот, это вот этот вариант, и заказала вот такой еще деодорант, мне нравится эта фирма, тут тоже без алюминия, без парабенов, и подростку я тоже покупаю, и сама пользуюсь тоже этим. И такие, знаете, очень нейтральные, очень нежные такие ароматы. Вот этот у меня, по-моему, с чем? С розмарином и лавандой. Вот еще очень мне нравится приятный аромат с магнием, по-моему, называется с магнием, я чуть не нашла в этот раз на Херби. И это женская штучка, тоненькие-тоненькие ежедневники, тоже ежедневные такие прокладочки, которые тоже покупаю, ультра-ультра тонкие, 100% катон. Вот, на всякий случай тоже всегда лежат у меня в ванной. И последнее средство, которое, прочитала очень много отзывов, это средство для укрепления волос, наносим на волосы, потом одеваю чурбан, то есть как я это планирую делать. Обычно я еще, знаете, делаю такие масочки с маслом с магнием, тоже оставлю в инфобоксе. Он такой маслом магния, оно бывает в спреи, бывает в капельках, в дозаторе, тоже на Херби. Оно очень хорошо при всяких мышечных болях, то есть их натирают там коленки у кого-то, ноги, руки. Но это масло еще с магнием очень хорошо стимулирует корни волос. Тоже делала это, наверное, года два назад. Очень часто такие масочки, волосы достаточно хорошо росли, были плотненькие, не выпадали. В этот раз решила тоже, что надо волосы немножко укрепить. Масло тут с пипеткой, по-моему, тут нету, да? Вот, с пипеткой масла, в волосах наносите на проборах, потом немножко массажируете. Вот такая есть еще щеточка, тоже на Херби покупала. Она такая силиконовая, с такими, не знаю, как вы, коготками. И я ею в душе делаю массаж, вот после наносения шампуня. И также с маслом. Масло нанесли на проборы, а затем вот эту щеточку помассажировали, или пальчиками, щеточкой, одели чурбан какой-то, да, там, не знаю, полотенце замотали. И минут 20-30 спокойно ходите. Ну, кто может, может час ходить. И потом хорошо смываете. Это очень хороший такой был состав, там, розмарин, минт для кожи, головы и для волос. Плотность делает, в общем, по-моему, тут еще какой-то был состав. Еще какие-то масла перечислялись. Но именно масло тут розмарина, главное, в ролях, и мятное масло. И очень хорошие такие отзывы были. Пахнет прям и розмарин, и мята. Да, очень классно. Вот, масло буду использовать для корней и кожи головы, для укрепления и для роста. Потом расскажу. Вот, вроде бы, все мы. Все рассмотрели, все показали. Вот, кого какие-то вопросы, или кто-то пользовался каким-то из этих средств, которые мы с вами увидели на распаковке, напишите свои отзывы. Всем спасибо за просмотры. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok